Всем привет! Сегодня у нас видео, первая часть про сборку автоматики AirBrew на Arduino. Использовать я буду программное обеспечение от Демина Михаила и у него есть группа ВКонтакте, будут ссылочка в описании. Чтобы было понятней, что нужно, что не нужно, я буду рассказывать, постараюсь покороче, все процессы и все основные компоненты, которые понадобятся и параллельно буду снимать экран, чтобы вам было яснее и что делать, как именно как. Стартуем. Что нам понадобится до того, как начать собирать? Это вот такой вот модуль. Вся информация о том, что понадобится, есть в описании у него в группе и вы попадаете на ссылочку, где есть несколько вариантов представлено, как собрать, то есть можно собирать на твердотелке провода, можно собрать плату на семисторах, также есть варианты покупки у своего Михаила, у него периодически появляются платы, бывают платы уже с блоком вот этим вот, который 82-66, да, ESP. Вот, есть вот такие вот платы управления, я ее уже собрал, причина банальна, просто чтобы на это время не тратить, то есть сама схемка сборки ее, имею ввиду подключение проводов, есть опять же в группе на сайте, там куча всяких вариантов, также она будет в видео. Она уже спаянная, она уже с регулятором напряжения и никаких проблем для сборки уже не бывает. Сюда мы ставим модуль, который мы с вами купили и экран. Также потребуется еще датчик. В любом случае все, 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 что нужно, можете посмотреть на сайте в группе, то есть вся эта информация есть, тут прям все очень хорошо расписано. Мы сейчас перейдем к тому, как все это дело прошить, как все это собрать. Первое, что нужно будет сделать, это скачать все прошивки. Для этого нужно зайти на сайт airbrew.ru, сейчас мы прямо на него зайдем и, собственно, нажать на кнопку «Актуальная прошивка». Сохраняется у нас прошивочка и там мы увидим вот такое вот. То есть здесь есть несколько фотографий, ну как фотографии, это инструкции, то есть каким образом прошивать. Также есть сами прошивки и инструкции. Смотрим инструкцию. Экраны ESP8266 не должны быть соединены. Ну, в нашем случае экран я взял на 7 дюймов, но на него вторую очередь. Подсоединяем к компьютеру USB кабелем. Мигнул голубенький огонек. И смотрим, что у нас появилось. У нас пока ничего не появилось. Видимо, все-таки нужны драйвера. Ну, как тут написано. Возможно, потребуется... Что там? А! Внешнее питание вроде не потребовалось. Устанавливаем драйвера. Для того, чтобы посмотреть, что у нас там происходит, заходим в управление компьютером. Я буду на основании винды делать и в диспетчер устройств. В диспетчере устройств, вы видите, появилось новое устройство, которое не опознано. И нам нужно для него скачать драйвер. Для этого мы берем название этого устройства, CP2102 в моем случае, забиваем это в Google и идем по первой же ссылке. В первой же ссылке нам, получается, дают возможность скачать драйвер универсальный для десятки, семерка, восьмерка, ну и так далее. Все, что нужно, в принципе, ваша версия, которая нужна. Это вы скачиваете, разархивируете, и у вас получается вот такая вот папочка, в которой будут несколько файлов с двумя инсталлерами. Один для 64-битной версии, другой для 84-битной. В моем случае я работаю на 64-битной операционной системе, поэтому я запускаю именно ее. Говорим ОК, все далее, все условия принимаем, все равно вы сделать ничего не можете, да вряд ли кто-то хоть раз прочитал хоть одно. Это договор пользования. И что у нас получилось? Несколько раз ОК и опаньки. Что мы видим? Мы видим, у нас пропало устройство, которое не определено, появился новый порт Silicon Labs CP210X на COM3. Вот этот вот COM3 вам нужно обязательно запомнить, потому что это вам понадобится на следующем шаге при прошивке устройства. Так, а следующий шаг мы сейчас посмотрим в нашей инструкции. Почему-то две открыты, ладно. Качаем флешер, флешер у меня также скачан, поэтому я его просто нахожу поиском опять же у себя в загрузке. И стартуем программу. Вот, здесь выбираем нужный нам COM-порт, то есть там у нас был третий. И делаем конфигурацию. Здесь уже нам нужно обратиться к инструкции. Это те самые фотографии, которые у нас здесь были. Так, AirBrew. Они идут по очереди прям. Одиннадцатое. Выбирается порт. Второе. Мы выбираем YERA ISBIN. Вот здесь вот видно будет. И третье. Мы уже, ну, собственно, должны сделать его саму прошивку. Да, смотрим, чтобы здесь соответствовали вот эти вот параметры. И делаем прошивку. Соответственно, возвращаясь в флешер, выбираем. Так. Загрузки, AirBrew 2. Обязательно используйте только самое последнее. Выбирайте здесь Erase. Смотрим, Advanced совпадает ли или нет с тем, что у нас должно быть. То есть, давайте мы его поставим вот так вот. Ну да, все четко, все совпадает. About и Lock, все здесь нормально. И сейчас мы просто обнуляем саму плату, мало ли что. Нажимаем Flash. Что-то произошло. А, вот пошел процесс. Сейчас просто дождемся, пока идет стирание. Здесь мы видим бегание голубенького диодика. Тут просто ждем. Следующим шагом мы выберем уже прошивку. То есть, именно в той папке, где мы скачали, где есть инструкция, также есть прошивка, которая называется AirBrew Bin. Это же мы можем видеть в инструкции. То есть, здесь у нас следующий шаг. Сначала грузим Erase, а затем AirBrew. Ну все. Закончили мы с Erase. Теперь выбираем второй файлик, который есть. Сама прошивка AirBrew. Здесь мы уже ничего не меняем. И нажимаем опять Flash. Сейчас происходит конкретно загрузка самой прошивки. После того, как мы прошьем сам модуль, нам нужно будет прошить экран. Экран прошивается с помощью файлика, который мы скачали здесь же. Вот он присутствует здесь. Для каждого размера экрана свой файлик AirBrew 355070TFT. Его нужно будет сохранить на флешку. Вставить флешку и нажать запись. К сожалению, у меня такая флешка только в камере, с которой я сейчас снимаю. Поэтому видео буду пилить уже с телефона. Там, возможно, будет немножко хуже звук. Прошу меня понять и простить. Но, надеюсь, зато это будет все однозначно понятно. Ну, 7-дюймовый экранчик. Честно сказать, если бы я покупал сейчас, я бы купил, наверное, все-таки пятерку. Потому что 5-дюймовый намного проще найти под него корпус. Для 7-дюймового я до сих пор корпус нормальный не нашел. У меня есть пару идей. Но это все сборка именно в корпусе будет уже позже. А сейчас закончилась у нас прошивка самого модуля. Собственно, здесь нам ничего не нужно. Все, что нам нужно сделать, это записать на microSD карту файл. Я это уже не буду показывать. Это обычное копирование. Просто скопировать на microSD. И воткнуть ее вот сюда. Вот здесь есть прям такое вот местечко, куда это все вставляется. Очень просто. Тут, я думаю, уже даже без видео вы сможете это разобраться. Вот. После того, как я ее запишу, я вам все это покажу дополнительно. А это сейчас пока вырубаю. Для того, чтобы все это сработало, нам нужно потребуется собранная уже плата с подключением электричества. Плату мы соединяем в соответствии с проводами с самим экраном. Устанавливаем сюда блок. Его уже нужно ставить, иначе она не заведется. И берем вот флешку, которая, я ее сначала форматировал FAT32. И затем положил туда файлик с нужной мне прошивкой. И здесь мы его просто вставляем сюда. И смотрим, что происходит. Так, флешка есть. Имитация и собранная. Объясню, почему две лампочки. Одна из них будет имитировать, когда у нас все получится насос. Вторая. Так. Ладно. Начнем с простейшего. Сначала нам нужно прошить. И включаем розетку. Заиграется экран. Размер и копий SD надпись. Сейчас покажу поближе. То есть вот так вот это у нас выглядит на экране. Здесь у нас вот все собранные элементы. Пока она копируется, объясню. Здесь у нас на насос для того, чтобы проверить сейчас, как у нас все это сработает. Я повесил одну лампочку и на ТЭН другую. То есть это у нас энергосберегающая. Это обычная лампочка, которая стандартная, чтобы можно было понять, как будет работать регулятор мощности. Ну что, у нас здесь апдейт с АСФУ. То есть все нормально. И что теперь нужно сделать? Теперь я опять все это выключаю и вынимаю флешку. Завершена у нас прошивка самого экрана. Вытащил я флешку. Все подключено. Подключен датчик. И теперь, как говорится, момент истины. Первое включение. Включаю электричество. Опаньки. Так, что мы видим? Airbrew. Идет время. Здесь у нас горит диодик. Система что-то пискнула. Так, видим стандартное меню. Ну, собственно, без информации мы тут ничего не проверим. Давай посмотрим. Так, это, наверное, температура. Скорее всего 24,7. Ну что, появился какой-то клапан управления. Не знаю, у меня есть это на плате или нет. У меня еще одна из первых версий плат, которые Михаил делал. Так, ну давайте проверим. Работает на работу насоса. Насос сразу у нас включился. И таким же образом проверим работоспособность ТЭНа. Так, ТЭН включился. Здесь у нас есть возможность сделать регулировку ТЭНа. Давайте насос выключим, чтобы было понятней. Так, и попробуем уменьшить мощность ТЭНа. Так, надо выбрать и выбираем. Уменьшаем мощность. Как мы видим, лампочка начала мигать. То есть, вот таким вот хитрым способом реализована регулировка. То есть, на самом деле, мы видим то, что при мощности 5% работа идет такими мгновенными включениями. То есть, в принципе, можно сказать, что система вполне нормально будет реагировать. То есть, ну вот она немножко по-другому просто работает. Но, как говорят уже те, кто пробовал систему, регулировка мощности таким образом работает нормально. Ну все. Все, что мне осталось, это попробовать вот эту штуку подключить к варочнику. Сделать одну тестовую варку. И потом уже буду собирать в коробку. Потому что, скорее всего, коробку я пока еще найти не могу. Все-таки 7 дюймовый оказался достаточно сложный. Ну, на этом, пожалуй, все. Все основные ссылочки будут, как всегда, в описании видео. Еще подписывайтесь на Instagram. Там обновления все-таки немножко почаще. Потому что мелких поводов намного больше. На большое жирное видео собирать материалы не так легко. А снимать то же самое, что было уже на канале месяц-два, год назад. Ну, я смысла особого не вижу. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, дизлайки. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok